колонны сальцы без боковых ветвей завалят страну фруктами супер урожай сверхскороплодность морозостойкость в стране больше не нужны высокорослые деревья с большими рожаями правда их и так почти не было кстати скажу года становится не больше и меньше постепенное разочарование шиш вместо фруктов на 95 процентов территории садовой россии шиш и колонны постепенно становятся мифом но садовый народ упорно продолжает покупать палки дровишки вместо настоящих саранцев а горе-специалисты внимание вынуждены перейти в глухую оборону мол отрезайте боковые ветки на концу и будет вам счастье началась массовая гибель клонов и без того инвалидов детства а для чего козе баян опять на на обманули увы железо утверждает колонны сенцевая разжижаются и и становятся просто яблонями благодаря половым связям с нормальными софтами колонны привитые в зависимости от трех типов по двое сенцевая нет укорененные палки клоны нет корневые отводки да но как не стать жертвой мошенников и яркой рекламы как вырастить хотя бы псевдоколновидные яблони и с ветками и с урожаем пусть с ветками пусть берем шире советы по выращиванию карликов и полукарликов в целом за и против фото для фильмов для фильма о колонах дальше еще раз говорю это заготовка тогда бы я мог более складно говорить но это было много лет назад закупка за рубежами россии мертвого рожденных сенцев это нищета последних работников отечественных плодопитомников нищета закупка за россии это нищета последних работников отечественных плодопитомников горькая правда ребята вынужденная халтура для их удешевления и все же разорение отечественных плодопитомников тире импортные дешевки побеждают по ценам вследствие яркой фальшивой рекламы мертвые сады россиян мертвые сады слава скупочным интернет магазинам миллионы детей не имеют фруктов без отравы ну дальше немножко лирики можно это мой сад счастливое исключение это ребенок в настоящем саду это мой внук вот второй мой внук в настоящем саду дальше я пишу еще раз говорю это заготовка для фильма поэтому здесь коротко я обвиняю государственные надзорные органы смех и грех люди в погонах позируют с саженцами калеками не ведая что держат в руках дальше тут нету дальше идет фотография человека в погонах с дебильным саженцем калекой а я когда делали фильм я даже не помню это было много лет назад у меня четыре тысячи фильмов поэтому я тут попросил прошу заретушировать лица ну чтоб не позорить человека погода который держит калеку саженца и это ведь наверное лучше саженец вот представим себе еще раз говорю это заготовка приезжает ко мне из надзорных за сельхоз из надзорных за сельхозпродукцией органов научиться отличать дровички от саженцев уже смеетесь вот здесь я в принципе должен был закончить так но дело в том что я не знаю или это уже следующий ну давайте ну не удержусь вся королевская садовая рать это тот момент сейчас мои ученики способны сейчас возглавить институты которые будут новые сорта возглавить не только НИИ вот но и вузы и научить уже десятки сотни тысяч студентов которые сейчас выходя из вузов слов нет вот знакомьтесь один из основателей нашего кружка северного садоводства сибиряк город Новокузнецк Сафронов АВ Антон Валерьевич так вот кстати не зря я вспомнил сегодня 4 сентября я зря порох трачу сегодня у меня вебинар вот но он наверное он выйдет да а вот это может сегодня выйдет фильм тогда вы еще успеете кто-то из вас может быть даже успеет задать себе вопрос а почему я ничего не знаю про этот вебинар я хочу участвовать вот и возьмет мне ну до начала может даже позвонить 8 960 776 8672 и на всякий случай я сейчас зайду и на этом первую серию закончим чтобы длинная не была сейчас я захожу на сетевую книгу в общем в принципе как ко мне попасть вот допустим сайт садовода железы вы можете в яндексе набрать можно в гугле вот так ну а дальше получится Валерия Константиновича или просто ну короче нажали вот официальный сайт теперь я нажимаю на кстати это удивительное дело да увидеть вот это вот то чего не может быть никогда это я это мои друзья это вся королевская рать вы представляете вы можете оказаться вот здесь вот вот здесь вот здесь вот здесь удивительный мир настоящий мир все настоящее вот а вам только к этим мои же фотографии из интернета вот эту фотографию вот эту предъявят и скажут это мы вырастили это наш интернет магазин а у них даже питомника нет вот что представляете вот вот это удивительный мир не смотрите рекламу не смотрите на девочек это реклама которая везде и всюду вот этот мир удивительный вот он попадает чужая фотография но тут я не виноват кстати вот смотрите видите это случайно вот эти саженцы уже с зелеными листьями будут высажены без обрезки вот и практически все сдохнет но это уже будет другой вопрос давайте тогда мы вернемся знаете куда на мой сайт ну теперь сюда вот он сайт вот подогреваю чтобы посмотреть но только без только с валидолом без валидола не заходить ясно без валидола не заходить потому что можно от зависти вот так допустим а мы сюда зашли через яндекс так но что нам надо нам нужно найти объявление а это гостевая книга на моем же сайте вот это объявление четвертого очередной 16.00 по москве 251 6 лет на месте и здесь все что надо знать и здесь есть можно тут зарегистрироваться тут зарегистрироваться тут зарегистрироваться все на этом я первую серию заканчиваю еще раз говорю готовьтесь ко второй серии мы будем продолжать говорить про колонны столько времени сколько надо потому что их уже продано каждый год на Савянногорском рынке а это не таких у нас в Сибири сотни городов и во всех продают колоновидные яблоня иногда груши вот и еще сразу это я буду там надо чтобы особенно в головах ребята на всей планете нет никакого колоновидного априкоса На всей планете не выращено и невозможно выращить ни одной колонавидной персика, ни одной колонавидной груши, ни одной колонавидной вишни, ни одной колонавидной черешни, ни одного персика, ни одного абрикоса. Всё, приехали. Вы их покупаете сотнями тысяч, целые эти гигантские псевдопитомники и интернет-магазины. Продают их в гигантском количестве, скупают со всего мира, неизвестно что, часто дрова, и привозят. Ладно, ой, как бы вам показать-то это... А, нет, я покажу, человек получил, прислал фотографию, вот такой вот, только осталось спичку поджечь, хвороста, то есть абсолютно мёртвые, сухие сармцы, там их, наверное, в этой куче полсотни. Абсолютно сухие, сто процентов сухие, такое впечатление, что они перед этим сохли где-то лет пять. А потом их засунули в посылку на глице. Вот. Поэтому нам с вами нужно дружить. Ну, а тема сегодня именно колонавидная яблони. Именно. Вот. Я хочу, чтобы просто перестали их покупать. Я имею в виду север России, даже срединной области России. Вот сюда и ходят и Питер, и Москва, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток. Вот никогда не покупайте, потому что у вас ничего не будет. У меня сотни горьких писем, тысячи уже, наверное, месяцев, все годы. И ни одного удачного примера, ни единого. Вот. И чтобы меня, Железов, не считали за, что я это самое, беру на сердце слишком много. Вспомните хоть один. Я продал вам тысячи черенков. Роскошных абрикосов, слив, тех же яблок. Я вам продал хоть один черенок. Вы видели мои фотографии? Я вам продал. У меня есть сейчас ветки, можно резать колонавидную. Хоть один. Нет. Почему? Потому что какое я потом буду морально право иметь, говорить вам, не покупайте. Можно вырастить самому. Можно. Помните, с чего я начал? Отрезал вот такие было четыре веточки от одного из четырех перед смертью саженцев. И все-таки вырастил. Вот. Все-таки я вот это сделал. Но это мне стоило и немалых денег. И я на этом учился, тренировался. Вот. И это новое направление. Подвое настоящее. Ну, а остальное я вам уже сказал. И еще скажу. И еще мы побываем. У меня, например, в этих самых... Вот они подвое. Вот они подвое. Я о них буду говорить на вебинаре, в частности. Вот. Понимаете, для чего все это надо? Вот. Для этого надо, для того, чтобы не отбить сто процентов охоту. Но я оставляю право выращивать колновидные яблони только тем, кто, во-первых, отучится у меня и на вебинаре, об этом услышит. И в этих фильмах несколько серий увидит. И скажет, все, отказывайся от этих традиционных подвоев, которые не годятся у нас в России, колновидных яблонь, вот, пророщенные палки, посушу железо, пойду в лес, не просто пойду в лес, накопаю вот таких вот, вот таких вот, вот. Видите? Вот они подвое. Вот они яблони. Вот. И сам выращу. Вот это маленький шанс для, просто для людей любознательных, которых сам черт не брат. Все. Первая серия закончится, кажется, я вам сильно много говорю. Все, друзья, пока. Останавливаем запись. Останавливаем запись. Продолжение следует...